Что Вы знали о союзниках СССР? Чувствовалась ли их помощь? Большой недостаток тяги, потому что тяжелая техника требовала мощных тикачей. Вот с получением американских тракторов нам легче стало и передвигаться быстрее. Маневрность наша поднялась немножко, да. Автомобили. У нас таких не было. Автомобилей, которые мы получили из Америки. Студебекеры с ведущими осями, передней и задней осью, хорошей проходимости, такого автотранспорта у нас не было. Конечно, это дело помогало нам в обеспечении боеприпасами, подвоз боеприпасов, имущества, необходимого для ведения боевых действий. Да, в общем, все. Это все касается той части, с которой я сталкивался, так сказать, во время войны. Помогали ли они продовольствием союзники? Продовольствие, знаменитая тушенка американская. В общем, их помощь ощущалась? Обувь получали мы, называли эти ботинки, называли Черчилль. Черчилль. Ну, хорошие были ботинки-то, настоящие, так сказать, армейские. Ну, а в отношении артиллерийской техники нам не требовалось никакой помощи. Наша артиллерийская техника превосходила по своим боевым качествам всю существующую технику Второй мировой войны. И американскую, и английскую, и немецкую, и французскую. Таких орудий, какие были у нас, не было на этой войне ни у кого. И случайно нас прозвали «Бог войны». Артиллерия – «Бог войны». А расскажите про свои награды. Может, про какую-то именно, которая больше всего дорогая. Да, из всех наград для меня самая памятная и дорогая, так будем говорить. Это медаль за оборону Кавказа. Потому что когда мы отошли, уже пришлось сдавать Украину, Ростовскую область. Сдали Ростов, ушли на Кубань, ушли на Северный Кавказ, вон куда нас загнал немец-то. И вот тяжелейшие бои обороны Кавказа – вот это вот самая памятная медаль для меня. Орден Красной Звезды я получил за бой в Венгрии. Знаменитые бои у озера Болотон, когда нам пришлось противостоять немецкой контратаке, которую они применили со своими новыми танками «Тиграми». Это были очень мощные машины. И они нас немножко даже отодвинули в районе Секеш-Фехервара, это у озера Болотон. Отодвинули. Но нам удалось отбить эту атаку, и за боевые действия управления огнём я получил орден Красной Звезды. Второй орден Отечественной Войны. Я был награждён за боевые действия при взятии Вены в Австрии. Наш дивизион отличился в боях за Вену. Я награждён был орденом Отечественной Войны. Ну, там медали были, ещё один орден был. Вот так прошла эта война для меня. Начал его девятнадцатилетним пацаном. А кончил, кончил-то в сорок пятом году. Мне уже было двадцать три года. Уже был муж, как говорится, обстрелянный. А как вы встретили День Победы? Где это было? Как это произошло? Как вы узнали? Что делали, что чувствовали? День Победы. День Победы. Мы взяли Вену и пошли на запад. Дорога-то одна была на запад. Через северную окраину Вены. Пошли на Бухайм-Кирхен. Есть такое городишко. Вот там была остановка у нас. Не знаю уже по какой причине. Видимо, после боёв за Вену стягивали немножко войска, приводили в порядок, так сказать, для дальнейшего продвижения. Была задержка такая дней несколько. Да. И вот в один день прекрасный залетает на нашу эту площадку, где мы остановились, залетает Вилес с начальником штаба бригады. Развернулся так лихо. Подозвал меня на капоте. Расстелил карту я свою на капоте Вилеса. И толочка карандашом начертил направление движения для нашего дивизиона. И отправляться немедленно. Потом я только узнал. Да, мы двинулись, колонны двинулись. Начались Альпы уже. Альпы начались. Дорога одна. Немцы отступают на склонах в эту влащину, по которой нам пришлось двигаться. Пехота отбивала эти атаки. Мы даже ни одного выстрела не сделали. Артиллеристы, я имею ввиду. А все время шли вперед-вперед. И на одной остановке приезжает комиссар, начальник политотдела бригады и объявляет о завершении войны. Это было 9-го числа. Что вы тогда чувствовали? Ну, кидали, как это, у Лермонтова или у кого, у Пушкина. Кричали женщины в рай и воздух чепчики бросали. Примерно мы в таком состоянии были. Конечно, радость охватила всех. Подъем такой патриотический. Но тоньше была команда как можно быстрее двигаться вперед, вперед, вперед. Потому что навстречу нам шли американские войска. И нужно было отхватить как можно больше территории. Общее направление на Мюнхен. Так мы шли и день, и ночь, не останавливаясь. С небольшими боями. Потому что немцы уже практически не смогли серьезного сопротивления оказать. Они уже были деморализованы. И встретились. Не дошли до Мюнхена, 60 километров. И встретили американские войска. Те на восток, а мы на запад. И вот небольшое городишко Вайтхофен. На реке Ибс. И-Б-С. Три буквы. Речушка течет в Альпах. Вот на этой реке с той стороны подошли американцы, с этой подошли наши. Встреча тоже была интересная. Похлопывали друг другу по плечу. Меня поразили эти самые негры, шофера негры на этих виллисах. Что они вытворяли на этих виллисах. Я удивился. Они вот так вот. Они между собой даже не ходили пешком. Они на этих виллисах. Вот это бросилось в глаза. Вот. Ну. Ну, потом там разговор был, конечно, командование. Мы, младшие офицеры, получили приказ занимать огневые позиции на этом берегу реки этой. Федеральные боевые позиции. С наблюдательного пункта нашего дивизиона я наблюдаю картину. Стоят американские батареи. То там, то там, то там. С стволами в сторону нашего. На нашей стороне развернулась наша артиллерия с стволами в сторону. И вот так вот. Ну, конечно, долго продолжаться это не могло. Мог возникнуть любой провокационный выстрел. И могли сцепиться, так сказать, в схватке. Поэтому потихонечку нас отвели. Американцы своих на десять километров. Наши своих на десять километров. И тогда уже мы друг друга хоть со стереотрубой хоть не наблюдали уже друг за другом. Ну, вот так. Кончилась, так кончилась война. И тогда пережили мы очень интересный психологический момент. Когда одни заботы прекращаются, а возникают совсем другие заботы. У большинства, у большинства все, все знали, когда шли бои, все знали, что делать. Самый последний правильный солдат знал, что нужно делать. С утра до вечера, днем и ночью он знал, что надо делать. Командир со своими картами и со своей линейкой прицельной. Тоже знал, что нужно делать. А здесь кончилась война. И эти заботы перестали уже заботить людей. Правильному, ну что, он ходит вокруг своего орудия, он почистил все, смазал все механизмы и все. Командир вертит эту карту. Да, вот здесь вот не смогли до Мюнхена дойти 60 километров. И тоже все. Не нужно планировать ничего. Ни перемещений, ни заботиться о том, чтобы подвезли боеприпасы, чтобы накормили людей. Отпадается это дело. И тогда в этот вакуум заполняется заботой о своих семьях. Что же там? Кто еще вызвал? И все, как будто бы все, как будто бы повернулись. То туда, потом повернулись туда, назад. Это интереснейший и трагический момент переживания людей. Я не знаю, он изучал, изучен, нет. Наверное, психологи изучали это дело. Вот так вот. А как для вас этот момент прошел? Как для вас лично этот момент прошел? С моей семьей? Да. Ну, у меня семья. Родители мои. Они так в Москве, как оставались. У меня брат еще младший есть. Но он на войну не попал. Он на 4 года младше меня. Поэтому он даже в армию не призывался. Вот. Он с мамой, отец отправил их в эвакуацию из Москвы. Но они вынуждены были вернуться обратно. Так что они прожили все в Москве. Вся эта семья прожила в Москве. У меня-то все более-менее нормально. А вот у моих товарищей, у которых остались родители, остались семьи, остались дети в тылу. Вот что там осталось после войны? У кого-то ничего. Особенно на той территории, на которой оккупирована была, и на которой шли бои. Вот это был тяжелый момент. Как бы занять людей? Ломали голову политработники. Но что-то ничего, на первых парах ничего не получалось. За родину за Сталина уже тоже вроде как бы отпаяли. И вот победили. Врага разгромили. Германия. Все. Тоже вроде бы им не осталось ничего. Вот этот вот момент тяжелый. У меня получилось проще. У меня буквально где-то через неделю-две, наверное, я получил команду собираться в Москву на Парад Победы. Да. Дают мне еще шесть человек из бригады, два офицера еще, сержант и остальные рядовые, четыре человека. В общем, короче говоря, вся эта наша команда. Забираем с собой трофейные знамена, которые мы таскали с собой. Захватывали у немцев их знамена в разбитых этих штабных машинах. Солдаты везде там прошныли, приносят знамя какого-то там полка. И мы это там держали. Замполит говорит, удержим, мы потом это знамя как отнесем куда нужно. И вот как раз когда нужно-то и оказалось нужно. И мы привезли эти знамена, все собрали сам бутыль. Это собирался Третий Украинский фронт, собирался батальон, собирался Третьего Украинского фронта. И оттуда на санитарных поездах, вот такие были поезда, переоборудованные поезда дальнего следования, были переоборудованы под госпиталя, подвижные госпиталя. Там обслуга медицинская и проездная, поездная обслуга. Вот раньше они увозили раненых эти машины, поезда. А теперь они собрали участников Победы и отвезли нас сюда, в Москву. В месяц подготовки 24-го, завтра 24-й, мы выступили на Параде Победы на Красной площади в составе Третьего Украинского фронта, ваш покорный слуга. Что-то хотите показать. Продолжение следует... Продолжение следует...